Продолжение следует... Я начинал на мехмате, я небесную механику читал по просьбе Содумовича в 7 лет. Продолжение следует... Ну, вот этот слайд, в общем-то, понятный. Сергей Павлович Королев. Что казалось неизбыточным и было держновенной мечтой, сейчас это свершение. Ну, по сути дела, сейчас спрашивают, для чего вообще пилотируемая космонавтика, да и космонавтика в целом. Конечно, это мощнейший показатель научно-технического уровня страны. То есть, ну, современные технологии, это очень важно, это основа. Ну, вот сейчас, ну, вот летает Международная космическая станция, прямо скажем, с трудом летает, уже 26 лет. И у нас есть проблемы, и у американцев много проблем. Но, тем не менее, летает, вот сейчас там экипаж, значит, 4, 3, ну, в общем, вот, 16, по-моему, 16 октября очередная замена произойдет на «Драгонах». И там опять будет вот полноценная команда из шести космонавтов, трое наших и трое американцев. И сейчас также летает вот китайская станция. Неплохо летает, правда, орбита у нее совсем такая несложная, 47 градусов угол наклонения к плоскости экватора. Такая, в общем, орбита, которая, ну, примерно, процентов 40 земной поверхности охватывает, не больше. Ну, и мы вовсю занимаемся российской орбитальной станцией. В общем, в свое время, когда мы начинали этот проект, у нас все смотрели, как на ненормальных это было, там, 5-4 лет тому назад. Ну, там, ковид, страна в тяжелом положении, операция СВО, куда, в общем-то. Но, тем не менее, удалось убедить самые высшие, так сказать, эшелоны власти. У нас в организации, ну, вот уже год тому назад, 26 октября, мы позвали президента, долго-долго там договаривались. Но, в конце концов, довольно такой серьезный ему показ учинили о всех наших перспективах, о пилотируемых делах, о работе, какая энергия. Я генеральный конструктор, а теперь космическая корпорация «Энергия». То, что Игорь Анатольевич сказал, космический, это весьма и весьма в прошлом. Ну, а так в целом, ну, могу только сказать, что президент к нам приехал в 5 вечера, а уехал в 3 часа ночи. Вот это вот все время, в общем-то, мы ему объясняли, и потом довольно серьезное совещание он провел. Ну, кстати, были вопросы у него про Луну. Ну, я так ответил, что, дескать, Луна, и все замечательно, но давайте сначала разберемся с автоматами, с автоматической станцией. С тем, чтобы, в общем-то, как-то попробовать, чтобы у нас получалось более-менее надежно. Ну, а затем Луна и Марс. Следующее, ну, это вот, как бы, некая такая хронология. Вот если вы посмотрите первые полеты, 61-70-й год, ну, понятно, это так, накопление знаний, вообще понимание о том, как человек может существовать в такой агрессивной среде. Человек все-таки существует весьма уязвимый, а тут космос, вакуум, невесомость, перепады температур там по 250-300 градусов, ну, и так далее. Значит, ну, вот, если снизу смотреть Восток, Восходы, Союзы, было довольно много неприятностей у нас, там гибли космонавты, в общем-то, и были неприятности. Затем началась вот 15 лет, так называемая, модульная орбитальная станция. Сразу стало понятно, что нужно, чтобы архитектура была модульная, потому что, ну, как в подводных лодках, чтобы было понятно, что есть определенные секции, которые, ну, являются резервом, резервное обиталище. Ну, вот такая крупная модульная станция была, Салют-7, ну, и потом Мир. На Мире, ну, и на Салютах-то, по сути дела, ну, уже, в общем-то, как-то было сказано, что среда более-менее понятна, а что можно делать в этой среде, вот, серия научных экспериментов, отработка вариантов, было понятно, что да, вот, интересно заниматься геофизикой. Много видно, такое дистанционное зондирование Земли, причем ряд аппаратуры помогает даже чуть-чуть заглядывать, там, листья под некоторые, так сказать, глубины океана и так далее. Вот. Дальше, ну, большой интерес представляют, поскольку вне атмосферы это астрофизические исследования, такие два направления, геофизика и астрофизика. Тоже там довольно много интересных вещей, вспышки на Солнце, вспышки сверхновых. Там, в общем-то, есть возможности разобраться с разного рода, так сказать, космической погодой. Тоже вещь весьма такая серьезная. Сейчас вот, например, солнечный индекс 70 раз выше нормы. Наша станция за сутки падает на 300 метров. То есть это вообще страшно сказать. Раньше, в нормальные солнечные годы, падали на 70 метров. Сейчас вот в три раза мощнее. Ну, вот. Ну, в общем-то, на станции Мир как-то довольно робко привыкали, пытались такое полупромышленное производство, особенно вот биотехнологии, вот эти вот вещи. Ну, казалось, что получение сверхчистых препаратов медицинских, что это вообще дело довольно интересное. Когда я летал на Мире, мы все увлекались инсулином. Сверхчистый инсулин. Ну, нарабатывали буквально там десяток пробирочек. Ну, и я не знаю, правда это или нет. Врачи говорили, что вот этих 10 пробирок, если их развести, хватило на вакцинацию Ленинградской области, которая очень так болеет гриппом. Ну, вот тогда вот вроде как уверяли, что это дело весьма и весьма перспективное. Сейчас как-то вот интерес к этому несколько пропал, хотя вот, в общем-то, продолжаем заниматься. Ну, и еще, что очень важно, что в принципе вот в пилотируемых аппаратах можно более эффективно отрабатывать новые технологии, для того, чтобы потом их внедрять в автомат. Вот, к сожалению, у нас не запускаем автоматические аппараты, ну, так, если честно говорить, ну, если не каждый второй, то каждый третий либо вообще не работает, либо работает не совсем так, как нам хотелось бы. И в этом смысле, конечно, в основном-то причина какая-то. Работать здесь на Земле довольно сложно. И вот создать всякие, всякого рода модели, в том числе и математические, ну, чтобы было взаимно однозначное подобие между реальным космосом со всеми вот этими, там, так сказать, проблемами, и на Земле, ну, не представляется возможности. Поэтому первые испытания, ну, у нас очень часто бывает, ну, грузовой корабль привозит прогресс оборудования, ну, какую-то аппаратуру достаточно новую, современную, созданную, там, Институтом космических исследований. Вот, и там Анатолий Алексеевич Петрукович, генеральный директор РИКИ, божится, что все будет работать, нет вопросов. И действительно работало на Байконуре все. Привезли на корабле прогрессию, включили, и не работает. Не те исходные данные, там, и так далее, там вылетают какие-то блок-схемы. Я очень часто, я, помимо того, что генеральный конструктор, еще и руководитель полета Международной космической станции, и у меня каждое утро, начиная с того, что я в ЦУПе, слушаю доклады, как, что, что происходит, там, смены передают и так далее. Ну, вот частенько возникает такой, знаете, набор ремонтных работ. Вот перетащили новую, так сказать, новую аппаратуру, установили ее там на иллюминаторе или не на иллюминаторе, просто. И вот вместе с этой аппаратурой еще, ну, целая сумка, целый мешок разного рода плат, микросхемы и так далее. Ну, все это, конечно, с помощью определенных, там, наборов программного обеспечения. Ну, и вот слышит, там, значит, включается, там, такой-то, такой-то режим. Там возникает на дисплее, там, авария А-32. Специалист, который находится на земле, говорит, так, доставай, значит, скрывай крышку, вытаскивай, значит, вот эту вот схему, там, 581, доставай резервную 581А, вставляя ее, ну, и вот идет такой вот, по сути дела, пилотируемый набор ремонтных и юстировочных работ с тем, чтобы эта аппаратура, в конце концов, задышала. Это вот довольно такая важная часть именно пилотируемой космонавтики, для чего это все и, по сути дела, надо. Что сейчас у нас? Ну, вот из эксплуатированных станций, это Международная космическая станция, она по-крупному состоит из больших сегментов, российский и американский сегмент. Ну, и кроме этого, я вот уже говорил, на широте, с углом наклонения 41,5 градус, с 21-го года летает, значит, в Тяньгунь, китайская станция, довольно много они там делают экспериментов, выходят в открытый космос, и даже есть некий у них свободно летающий модуль, который они определенным образом заряжают, устанавливают там ту или иную аппаратуру, отпускают в свободный полет, где, в общем-то, уже действительно мини-гравитация такая, потому что вот все, что на наших станциях, вот на мире, да и на Международной космической станции, к сожалению, вот работа двигателя, пребывание человека, его занятия там физкультуры, беготня на бегущей дорожке, там, конечно, невесомость, прямо скажем, слабенькая, и вот такие вот точные эксперименты проводить, особенно по космическому материалу видению, довольно сложно, неправильно растут кристаллы, прямо скажем, вот. Ну, вот проекты станции у американцев, да и у европейцев, достаточно мощное направление развития проектов пилотируемых станций, это частный космический бизнес, то есть вот как-то у них это получается, может быть, не очень активно, может быть, с мощными подачками, вот я иной раз слежу за тем же вот маском, значит, смотришь там, тоже карту их финансирования, бах, миллиардов долларов. Откуда? Спрашиваешь своих коллег-американцев, ну, это, наверное, Пентагон ему подкинул, не знаем, не знаем что. Вот, ну, надо сказать, что у Маска, вот, если зашел разговор о чатах, корпорациях американских, у них достаточно развита, ну, как бы диктат своих правил для заказчика. Вот у нас, ну, я не знаю, наверное, не очень с этим связано, у нас, к сожалению, заказчик всегда прав, и ты будешь, будь любезен, делай так, как скажет заказчик, испытывай так, как скажет заказчик. И когда начинаешь с этим заказчиком как-то спорить, ну, это не только промышленности, Министерство обороны, то, слушай, ну, это совершенно бессмысленная трата денег. Не нужно проводить вот эти виброиспытания, потому что с ними аппарат-объект никогда не встретится. Нет дела, вот у нас написано, как он там 73-й году, а все, что написано в инструкциях, у нас очень любят представители заказчика говорить, что эти инструкции написаны кровью, хотя все это, в общем-то, ерунда, вот, но, тем не менее, так. А вот, так, суть работ многих частных компаний, и в первую очередь, вот, компаний SpaceX, она заключается в каких позициях? Первое, что утверждает Илон Маск, он говорит следующее, что, понимаете, я больше всех вас заинтересован в успехе вот этого, так сказать, проекта. Второе обстоятельство. Я лучше всех вас знаю, как этот проект должен работать, как этот вот создаваемый объект работает. Поэтому давайте я буду все это дело испытывать, так как я считаю, ну, необходимо. Но при этом... Если возникнут какие-то неприятности, это серьезные замечания, серьезные различия, то мой свободный капитал, мой бюджет, и я все покрою. Это мои ошибки, мои риски. У нас же тут, к сожалению, другая ситуация, значит. Мы, если попали в какую-то историю, то мы тут же бежим к заказчику, в тот же Роскосмос, и говорим, дайте нам там 4 миллиарда, мы сделаем новую ракету, новый космический корабль и исправим все наши ошибки. Но вот, тем не менее, вы видите, здесь вот на слайде достаточно много околоземных станций, которые предлагаются вот разного рода частными компаниями. Ну и вот я уже говорил, наша станция, основное ее отличие, конечно, что мы, в общем-то, убедили, очень долго убеждали и в Академии наук, и в ВПК о том, что мы страна северная, и когда мы летаем на угле наклонений 51,6 градусов, и территорию России видим только 10%, это позорище. Мы северная страна, я и президент в несколько раз говорил о том, что мы северная страна, и нам нужно видеть и северный морской путь, и многие, ну, в общем-то, нужно это все исследовать. Там, конечно, плохие возможности оптических наблюдений, надо развивать радиолокационные методы, инфракрасные методы, но, тем не менее, нам нужно смотреть все, как иногда вот говорят специалисты ГАЗКОМа, нефтега, говорят, надо все смотреть на северах. Ну и действительно, многие, я уже сейчас не помню, кто говорил, что Россия должна стоять на северных, так сказать, решении северных задач. Вот, но, тем не менее, вот, значит, сейчас мы во все этим занимаемся, и даже в 27-м году намереваемся запустить первую модуль. Кроме того, вот третий блок, это проект так называемых околунных станций. Здесь вот проект есть гейтвей, около лунной станции на высоте переседлений, по-моему, там 70 тысяч километров, то есть она довольно такая высоковата, но, тем не менее, с нее они планируют, так сказать, и исследования вести, и, кроме того, вот, совершать такие челночные посадки на Луну. Ну и сейчас вот у нас весьма слабенько, но с Китая сложные особые взаимоотношения, надо так, в общем-то, поработать внимательно, но, тем не менее, вот, международная научная лунная станция, уже есть несколько проектов, несколько документов подписаны, короче говоря, вот, лунными вещами мы тоже планируем заниматься. Что могут люди, в отличие от автоматов? Ну, прежде всего, безусловно, человек существенно эффективнее работает автоматически в сложных ситуациях, не штатных ситуациях и так далее, то есть все-таки, ну, мозг есть мозг. Восстанавливать рабоспособность, оборудование, предлагать новые какие-то методики, потому что, по сути дела, ну, ребята-то в Звездном городке готовят достаточно таких квалифицированных, и сейчас довольно, если раньше космонавты говорили так, отбирают по здоровью, а спрашивают, как суммы. Ну, сейчас немножко картина иная. Сейчас уже, значит, сначала давай, вот, ты специалист в таких-то отраслях, таких направлений, давай мы это будем развивать, потому что, ну, это действительно интересно, там, исследование Земли, Солнца и так далее. Вот. Ну, и возможность вот уточнения методик и прочих вещей, это тоже, в общем-то, важно. Что из себя представляет наша МКС, которая летает? Ну, запустили ее в 98-м году, 15 стран, значит, ну, 15 стран, в основном, конечно, основной вклад, это вот европейское космическое агентство, американский и российский сегмент, довольно много японцев запустили, так сказать, и аппаратов, и так далее. Ну, и так немножко Канада, в основном занимается робототехникой. Ну, здесь я не буду перечислять, вот, масса российского, американского сегмента. Российский сегмент, конечно, существенно меньше, где-то в 3,5 раза. Но, тем не менее, вполне достаточно для того, чтобы там, в общем-то, вот, последний экипаж вернулся, буквально я с ними на этой неделе, по-моему, во вторник встречался, обсуждали, как, что, чего это, Олег Пиноненко и Коля Чуб. Ну, разговор, примерно, такой, что, да, станция, может быть, хоть и старенькая, и много приходится времени тратить на ремонт, вот это вот самое ужасное, потому что ремонтировать, это значит, ты тратишь пустое время, ну, не совсем пустое, конечно, но, тем не менее, лучше бы заниматься какой-то полезной деятельностью, проводить какие-то эксперименты, исследованиями, а их довольно такой широкий диапазон, что можно делать. И сейчас вот я, собственно, почему мы так забили тревогу? Вот на настоящий момент около 50% рабочего времени уходит на восстановление ресурсов станции. Это недопустимо много. У американцев, кстати, тоже не меньше. И они тоже, в общем-то, как-то сильно этим озабочены. Ну, вот российский сегмент. Что тут вот плохо, конечно? Вот, смотрите, функциональный грузовой блок «Заря». Это первый модуль, который мы запустили к станции. Он такой, сделанный на деньги НАСА, но является модулем российского сегмента. Он был запущен в 98-м году, и его назначенный срок службы закончился в 13-м году. Представляете, 10 лет мы уже эксплуатируем за ресурсом. Ну, и таких модулей довольно много. Вот модуль «Звезда» в 13-м году закончился. У нас, по сути дела, проще перечислить те модули, у которых еще не закончился ресурс. Это модуль «Наука», который вот до 27-го года летает. И такой небольшой модуль, именуемый модулем «Причалом». Это, по сути дела, некий такой узловой модуль. Науки там особо и нет, но там можно выходить в открытый космос и так далее. Вот он тоже где-то у нас до 31-го года. Все остальные модули, и рассвет, и поиск, они все, в общем-то, уже давно за ресурсом. И это, конечно, весьма-весьма неприятно. Дальше. Вот это вот некая хронология полетов. Надо сказать, что судьба Международной космической станции была тяжелой. Вот на этом слайде верхняя часть, ну, скажем так, вот в середине, желтая и голубая, это некий полет. Вот российский сегмент, американский сегмент, да? Наверху российский флаг, внизу американский флаг. Это как бы те деяния, которые, ну, являются обслуживанием станции. Вот, кстати, в этом-то и, пожалуй, основные деньги-то за... Потому что обслуживать полет Международной космической станции, да и любой станции, весьма дорогое удовольствие. Вот смотрите, здесь какая картина. Значит, вот эта вот, как бы, коричневая полоска, это такие вот квадратики, это, по сути дела, пуски союзов. Это пилоты прилетают и так далее, и тому подобное. Значит, зелененькое, это грузовой корабль «Прогресс». Ну, еще вот есть несколько квадратиков. Это так называемый ATV. Это европейский модуль, который тоже внедрялся, как бы, в российские сегменты. Мы его почитали за своего. Ну, и надо сказать, что не просто почитали, а довольно много служебных систем. Мы для европейцев сделали сами, там, из двигательной системы, из системы для заправки и так далее. Ну, а они его скоро запускали, европейцы. Вот их пять таких модулей, ATV-5 последний. Внизу, так сказать, обслуживание с перекрытками коллегами. Ну, тут вот, значит, вот шаттл, допустим. Там в начале шаттла возникли... В посадке сгорела Колумбия, в общем-то. И в течение двух, ну, даже почти трех-двух с половиной лет пилотируемых полетов не было. А Международная космическая станция без экипажа работать не может. Там нужно постоянно чего-то делать, ремонтировать, осуществлять какие-то подготовки, все-таки и так далее. И вот вы видите, конечно, что и прогрессов больше на начальном этапе запускалось, и союзы. Суть и дело, мы беспрерывно возили американских коллег, европейских коллег. И так, в общем-то, в основном это все лежало на плечах России. Затем в какой-то момент удалось восстановить. Несколько пусков шаттл сделал. Ну и затем ему просто, так сказать, эти пуски были запрещены, закончены. И опять, вот, довольно большая череда вот этих вот коричневых и зеленых кубиков, это большое количество пусков союзов и грузовых кораблей. То есть в год, вот у нас довольно долгий период, в год, когда мы запускали 4 союза и 5, а то и, наверное, раз и 6 грузовиков. То есть практически каждые полтора месяца летел наш корабль и обслужил станцию. Ну, такое дорогое удовольствие. Ну, а затем уже залетал SpaceX Илона Маска, и через какое-то время полетел... SpaceX — это грузовой корабль возвращаемый. Ну и потом его пилотируем модификацией, так называемый Dragon, который уже стал возить космонавтов. Надо сказать, что у них тоже многие проблемы, прямо скажем, не получались. Там, в общем-то, были отказы. Ну и, наверное, кто следит за космическими делами, знает, что компания «Бой», а у нас, в общем-то, такая весьма состоятельная фирма, она смогла заказать два думчика, ну, не частных, конечно, компаний, но так, получастных. Илона Маска, в общем-то, сделал этот корабль, он действительно летает. У него только вот был один отказ. А вот «Боинг», у него что-то никак не получается, и вот последний полет показал, что вообще на этом аппарате опасно летать. Там отказывают основные системы, двигательные системы, компьютерные, вот все эти системы ориентации управления движением. И поэтому, в общем-то, было принято решение, что мы довольно долго общались, и с Нельсоном, это главный администратор НАСА, что, в общем-то, мы тоже несем определенную ответственность за экипаж. И в конечном итоге было принято решение, значит, в беспилотном режиме этот корабль спустить, «Старлайн», так называемый «Боинг». А вот экипажа ждет уже некого такого корабля-спасателя, функцию которого будет вот «Спейс-Х» и «Лона Маска» осуществлять. И так, в общем, мы даже подготовили резервный союз, чтобы и объясняли этому самому Нельсона, что вот давай мы союз запустим где-то в октябре, в ноябре месяце, спустим твоих вот двух этих ребят, но ни в коем случае нельзя садиться на «Боинг». Это очень опасно. Ну, вот такая вот картина. Основные значимые результаты. Ну, тут, в общем-то, достаточно много частов, семь с половиной тонн научной аппаратуры, оборудования. Вот, убей бог, не могу понять, со всеми учеными общаюсь, как так можно весомость научных экспериментов измерять в килограммах и тоннах. Но, тем не менее, они говорят, вот, смотрите, какой у нас большой успех. Семь с половиной тонн научной аппаратуры. Ну, может быть, и успех. Может быть, и успех. Но, тем не менее, что вот полезного такого? Ну, первое полезное, это, конечно, телемедицина. Я считаю, что с полета Гагарина, то, что мы умеем осознавать, что и как происходит с человеком, как он себя чувствует, и вот это вот все, так сказать, дистанционно проводить, по сути дела, ведь вся телемедицина, МЧСовский, где вот так далее, и наши эти надувные госпитали, которые вот на месте посадки разворачиваются. В Институте медико-биологических проблем, это у нас головная организация, долгие годы работали два выдающихся академика, Газенко Олег Георгиевич и Григорьев Анатолий Иванович. К сожалению, того и другого сейчас уже нет в живых. И вот мы в свое время Шойгу, который тогда командовал, собственно, основал МЧС, Министерства Шириданской ситуации, мы ему показывали вот все наши носимые аварийные запасы, возможности телемедицины, аэрокосмические вот эти вот госпитали надувные, которые разворачивают, ну, в течение, наверное, 15 минут разворачивают на месте посадки. Шойгу просто тогда все происходило на больших щадях в ДНХ, и он тогда просто тут же, значит, все это дело у себя внедрял. То есть, вот, это очень важно, что-то такое отработать в космосе, и далее как можно быстрее внедрить на Земле для людей Земли. Ну, вот, а тут, в общем-то, довольно важные вещи, это вот новые штампы биодеграданта нефти. Значит, в условиях невесомости такие микроорганизмы, которые безумно любят нефть, а после переработки нефти выделяют такие, ну, в общем-то, полезные растения и вещества. И меня возили на подмосковную станцию, заправка. Была как-то колхозная заправка. Значит, ну, сами представляете, что такое, значит, вот от колхозной этой заправки осталось. Это, ну, такое вот груда черной земли, когда ты наступаешь, выступает нефть, солярка, ну, в общем, все, что проливается. И там, значит, в начале весны были вот эти внедрены микроорганизмы, там довольно много их там рассыпали. По осени было не узнать. Меня опять тоже повезли. Ну, и там везде трава колосится, все зелененько, прекрасная земля. Примерно похожие вещи ведут вот сейчас в разного рода таких океанских и морских лагунах. Пролив нефти – это же дело такое чрезвычайное. Но он с вертолета отсыпает это. И якобы вода заметно быстрее очищается, чем просто такая самоочистка. Ну, вот это вот таких два примера, которые, в общем-то, показывают о том, что, ну, может быть, не больше, но значительная часть технологий оходит в свое применение в народном хозяйстве. Ну, вот, такой набор, я, конечно, читать не буду, перспективных технологий. Ну, в основном, конечно, многие вещи делаются для того, чтобы понять, как развивать космическую технику. Как обеспечивать безопасность космических полетов. Каким образом более оперативно осуществлять обслуживание космических аппаратов. Ну, смотрите, значит, когда мы впервые осуществляли процедуру стыковки, ну, стыковка вещь такая, довольно хитрая, сложная, то мы находили друг друга где-то так на второй или на третий день. Сейчас у нас стыковка, как правило, осуществляется по так называемой двухвитковой, это трехчасовой схеме. Стартовал, и через три часа ты уже на месте. То есть, это, в общем-то, такая весьма перспективная, эффективная методика доставки и экипажа, и полезных грузов. Ну, есть вот, я еще остановлюсь, такая вещь интересная, называется технология запуска вторым стартом. Речь о чем идет? Что вот вы выводите на каком-то грузовом корабле, допустим, какой-то шутник полезный, да? Дальше, если его просто вывести на корабле и запустить, то он, к сожалению, ну, работает где-то там, допустим, полгода, четыре месяца. А дальше в средстве, так сказать, аэродинамического сопротивления он падает и сгорает в плотных слоях атмосферы. Но вот если вы берете, и после того, как вы все, так сказать, отработали на этом грузовом корабле, оставив только незначительный запас топлива, вы можете этот спутник так поместить, ну, в специальной такой катапульте этого грузового корабля. И этот грузовой корабль осуществляет второй старт, вот еще и называется методология вторичных стартов. Значит, и он улетает на высоту уже не 400 километров, а где-то 600 километров над поверхностью Земли. Существенно меньше, то есть там же, ну, плотность атмосферы у нас видоизменяется по экспоненте, и на высоте 600 километров очень незначительное аэродинамическое сопротивление. Там уже вот этот вот космический аппарат, он может летать существенно больше. Вот у нас был такой эксперимент ЧИБИС, институт космических исследований его сделал, академик Зеленый это все сопровождал. Вот этот вот ЧИБИС вместо четырех месяцев у нас пролетал, ну, больше трех лет. Ну, конечно, это эффективно. Вы получаете некую научную такую, ну, научную информацию. Ну, вот, как бы сейчас. Сейчас находимся, у нас такое впечатление, что с Международной космической системой надо завершать. Вот, в 28-м году планируется и согласованность с американскими специалистами прекращение программ Международной космической системы. Значит, ну, мы довольно, ну, жалко, конечно, топить, и, в общем-то, все добро пропадать, может, еще поработает. Ну, вот, буквально на прошлой неделе самым заместителем Мишустина, мантру Денис Валентинович проводил довольно серьезное такое совещание. Я там докладывал о состоянии Международной космической станции, о том, как мы работаем над Российской орбитальной станцией. И, понимаете, значит, когда я говорил о том, что вот и у нас-то дела неважные, но и у американцев тоже много отказов, и они серьезно озабочены, как бы, в целом Международной космической станции. И год назад выделил он миллиард долларов, чтобы создать специальный корабль, потому что он получил лишнюю массу, около, там, 500 тонн. Это ее не так-то просто. Действительно, это 500 тонн со скоростью 8 в секунду в нужное место, такое безопасное место, ее не так просто свести. Вот я помню, мы занимались миром, который 120 тонн был. Это была очень такая сложная баллистическая задача. Ну вот. И, значит, сейчас у нас вместе с американцами разработана некая схема такая. Три наших грузовых корабля «Прогресс». Вот этот вот новый, который создают американцы за миллиард долларов, новый корабль, в единственном экземпляре. Опять же, Маск его делает. Довольно большой такой танкер, который будет давать основные импульсы на торможение. Так вот, больше всего Дениса Валентиновича удивило. Он говорит, Владимир Алексеевич, миллиард долларов, американцы, вы не ошибаетесь. Я говорю, не, не ошибаюсь. Точно, знаю, сам документы видел. Не могу поверить. Они такой практичный народ. Неужели, да, чтобы прекратить работу МКС, они выделили миллиард? И это, по-моему, в моем объяснении был решающий момент для Мантура, потому что тот говорит, ну, если уж они выделили миллиард, то тогда действительно надо прекращать это дело, чтобы как-то это, чтобы беды не было. Ну, и действительно, в 28-м году и правительством, по сути дела, сейчас пока вот финансирование программы МКС, ну, вот только до 28-го года. Вот. Ну, и я вот уже говорил, что мы разворачиваем российскую орбитальную станцию. И в 27-м году, где-то, по-моему, в районе ноября месяца, то есть в конце 27-го года, мы планируем запустить первый модуль с космограмма «Восточный». Сейчас там построен старт. Мы там впервые этот старт с ракетой «Ангара» опубликовали 11 апреля. Ну, у нас там не сразу все получилось, но в 3-м опублике получилось. И весь полет был достаточно успешным. Замечаний не было. Не только «Ангара» улетела, но и улетел наш разгонный блок, который вывел там довольно много всяких аппаратов, в том числе и маленький спутник под названием «Гагарин». Вот. Ну, и дальше вот будем все это дело делать. Сейчас вот. Ну, и на этом слайде состояние МКС, я уже об этом много говорил, тут много отказов, 80% оборудования работает за пределами ресурса, ремонтная работа занимает до 50% полезного времени. Это, конечно, ужасно. Так. Ну, и насчет непрерывности пилотирования программы. Как вы вот видели из этих вот полосочек, коричневых, зеленых, сопровождение любого космического аппарата, это довольно большой объем созданию транспортно-технического обеспечения, нового оборудования и так далее. Это, конечно, работают большие коллективы в Самаре, у нас в Москве, в Воронеже, в Красноярске. И, конечно, мы довольно долго объясняли, в том числе и Владимиру Владимировичу, Борисовым Юрием Ивановичем, нашим генеральным директором, о том, что нельзя это дело прекращать, программа пилотирования должна быть непрерывной. Иначе, если мы какое-то время, там, на 2-5 лет прекратим вот эти работы, ну, народ просто разбежится, и, что называется, дальше восстановить вот эту вот производственную космическую индустрию будет очень сложно, во много раз дороже, а, может быть, и даже невозможно. Ну, вроде это все понимают. Предназначение станции. Ну, вот, как я уже говорил, прежде всего, это некая платформа, на которой можно использовать и отработку, доработку, ну, так сказать, какие-то вещи, которые подвластны только вот в реальных условиях космического полета, ну, и таким, значит, вот думающим исследователям. И вот обслуживание орбитальных группировок космических автоматических аппаратов. Это вот как раз вот вопросы, связанные с двойным стартом. Когда у нас на станции, ну, даже есть такой военный термин, создается некий модуль, который мы называем арсенал. Там целый набор спутников гражданского предназначения, ну, и не только гражданского, которые, по сути дела, можно вот таким вторичным стартом запускать в нужных точках орбиты с тем, чтобы, так сказать, ну, они работали по своему назначению. Ну, а потом дальше подхватывать их и назад. Ну, вот этот вот облик российской орбитальной станции, как бы по сравнению с Американским, значит, ну, первое, что я говорю, вот это вот так называемая полярная орбита 96,8 градусов. Мы будем видеть все 100% территории, ну, не только России, а территории Земли. От Арктики до Анктиды. Вот. Ну, что еще существенно? Существенно еще обеспеченность электроэнергии. Вот сейчас у нас электроэнергия 30 киловатт на американском сегменте, ну, она как бы, это совместная электроэнергия, 3 киловатта плюс 30, ну, в общем, 33 киловатта. Мы создаем энергетику 54 киловатта, то есть в два раза больше, чем сейчас на Международной космической станции. Ну, информационный обмен существенно мощнее, больше запасов топлива, то есть эта станция, конечно, более совершенная, более современная. Ну, вот это вот как бы траектории. Вот если вы посмотрите на верхнюю карту Земли, это такая, цилиндрическая Земли, то вот голубенькое поле это зона обзора международной космической станции, а красное поле это зона обзора российской орбитальной станции. То есть, понятно, что мы здесь закрываем полностью обзор Земли, и, по сути дела особенно вот нас интересуют северные полярные вот эти вот за полярным кругом. Еще здесь есть одна такая интересная задача. Дело все в том, что у нас есть такое понятие магнитосфера Земли. Это вследствие, так сказать, магнитных силовых линий, вот таких, оболочек апельсидов, не яблок в этом деле, все сильные. Мы в районе магнитных полюсов, они не совпадают с нашими полюсами географическими, но, тем не менее, северный и южный магнитный полюс, там, по сути дела, как мне специалисты говорят, возникает ситуация, как на Луне. То есть, по сути дела, открытый космос. С одной стороны, это очень неприятно, потому что, ну, радиационная атака, особенно, пиологический организм на человека, существенно выше. Но, мы же собираемся летать к Луне, к Марсу, к космосу, там, галактическое излучение, там, космическое излучение, солнечное излучение, то есть, ну, много всяких. Надо же с этим разбираться. А, у нас есть два таких мощных института в Академии наук, институт космических исследований, институт космических биологических проблем. И вот, у них очень часто бывают такие пикировки. МБП, специалисты по радиационным атакам говорят, вот, вы нам, ИКИ, даете нормальные информации о том, что нас ожидает и от чего мы должны защитить человека. А ИКИшники говорят, институт космических исследований, вы понимаете, тут процессы настолько быстро видоизменяются, сон, то активное, то есть протуберансы, то нет, то есть темная, то нет, мы это детально изучить с помощью автоматов не можем. Ну и вот здесь как раз задача такая, что вот как-то постараться с помощью экипажа, с помощью каких-то приборов, все-таки хотя бы начать разбираться, что же происходит вот в этих зонах, где, по сути дела, реальный открытый космос. Ну и, соответственно, придумать какие-то методы, с помощью которых можно было бы защититься. Ну вот, здесь специально я такую карту попросил ребят нарисовать. Это, значит, наша Арктика, Северный морской путь, ну и, что называется, возможность вот пунктиром, пунктиром, это так называемые траектории витков. То есть вот витки каждые полтора часа это определенный пунктирчик. Значит, мы, по сути дела, каждые полтора часа проходим, ну, над одними и теми же территориями, только с разным ракурсом. Что это дает? Вот специалисты по ледяной обстановке, полярники, вот я несколько раз разговаривал, ну, когда он еще был с Артуром Челенгаровым. очень интересно вот каждые полтора часа уже понимать дрейф, понимать, как тот или иной ледокол или та иная полярная станция перемещается. То есть это уже как бы совершенно другое качество. То есть вы не просто видите точку, а вы эту точку видите уже в неком движении. это вот действительно принципиально новое, что мы считаем позволит работать, позволит этой станции вот как-то выяснять. Ну и потом сейчас вот занимаемся мы разного рода радиолокационным оборудованием, радиолокационным приборами, которые, ну, во-первых, они требуют большой энергетики, а я уже говорил, что на станции-то мы закладываем довольно значительно 54-55 киловатт. И можно определенным образом прощупывать толщину льда с помощью радиолокационных исследований, что очень важно для прохождения каравана судов следом за ледоколом. Когда есть такой Панов Владимир Александрович, который в Росатоме отвечает за вот морские всякие ледокольные вещи, он мне называл цифры, сколько стоит день работы атомного ледокола или день простоя в порту, это сумасшедшие десятки тысяч долларов. Поэтому он говорит, конечно, умудриться определенным образом более эффективно и оптимально прокладывать маршрут ледокола, и он мог бы там, допустим, хотя бы суток на пять быстрее прийти там вот в Анаду или еще куда-то там, то это вообще такая существенная экономия, существенная выгода. Ну вот, значит, когда мы закладывали эту российскую орбитальную станцию, нас все шпиняли долгострой городить. Долгострой почему? Известная история мира, которую мы создавали очень долго, потом международную космическую станцию, там татлы гибнут, у нас что-то происходит, тоже довольно долго. Мы соображали, как вот нам сделать так, чтобы, ну, по возможности постараться сделать это все побыстрее. Но в основном это все зиждется на унификации модулей. То есть мы сейчас создаваем модуль, так называемый первый, и проведя на нем весь исследование, там исследование с ВИПР, и с другими, мы в общем считаем, что есть остальные модули, специализированные, базовые модули, сделаны по той же самой технологии, то можно существенно сократить количество ну, испытаний на земле, что ли, а может быть и вообще некоторые испытания заменить методами математического модулирования. И в общем-то полагаем, что это дело позволит нам делать несколько быстрее. Ну, а это вот автоматические аппараты, это целый дел. Значит, вот у нас есть и просто автоматы, и автоматы, инспекторы, автоматы, фиксеры, автоматы, и так далее. То есть, все это аппаратура может летать, подлетать, должна и проводить автономно эти работы. Мы, в общем-то, сейчас проповедуем, какую технологию, на которую страшно космонавты, мои в прошлом коллеги, на меня обозлились. Мы говорим, это действительно так, что пилотируемый полет это вещь очень дорогостоящая. И с точки зрения энергетики, с точки зрения пополнения запасов, обеспечения той или иной инфраструктуры, и так далее. Поэтому мы предлагаем, чтобы, ну, не на начале, но так, конечно, станции, лета, наверное, нужно работать экипажом, но в дальнейшем на станции возложили такой своеобразный вахтовый метод. Прилетает экипаж, заряжает определенным образом вот те или иные автоматические космические аппараты, те или иные эксперименты, которые можно делать, заряжает, юстирует, убеждается, что он нормально работает, а в дальнейшем просто улетает и в течение там трех месяцев, полугода станции работают в автоматическом режиме. То, чего сейчас и до этого ни одна станция делать не могла. В общем-то, не была обеспечена такой надежной бортовой аппаратурой, которая бы без человека могла работать долгие годы. Мы стараемся создать такие бортовые системы, которые бы позволяли это делать, делать. То есть, они задублированы определенным образом, используют современные некие подходы, но тем не менее, мы закладываем такой принцип вахтового метода, когда, в общем-то, с каким-то интервалом станция могла бы летать без человека, и таким образом бы, ну, во-первых, масса энергетики бы, ну, обеспечивать ту же самую атмосферу, у нас же есть аппаратура, которая кислород подает, так называемый электрон, 10 киловатт, есть аппаратура, которая чистит воздух, вот это вот все можно передать в работу с полезной загрузкой. Ну, посмотрим, что из этого получится. модулей, базовый, производственный, как бы, получать вот научный энергетический модуль, который вот сейчас, ну, в общем-то, уже собран в основном, скажем так, честно, в основном собран, и у нас остались только ряд там испытаний наземных, и к 27-му году мы его уже отправляем на Восточный будем запускать. линейка модулей базовый, целевой производственный, целевой, они, в общем-то, наверное, претерпят существеннейший объем испытаний, пока не так мы планируем всем, чтобы создавать их максимально быстро. Ну, а дальше вот шлюзовой и шарик, так называемые маленькие модули, это тоже, в общем-то, линейка нам довольно понятна, как и что делать. Таким можем, думаю, что долгостроя может не получиться. Ну, вот, это как бы, как мы планируем двигаться уже в деталях. Я уже говорил, что вот у нас где-то Международная станция ближе к 28-му году завершает активный полет, дальше не удивляйтесь, полтора года она должна падать условиях атмосферы экономического сопротивления. и где-то в районе 30-го, середины 31-го года она вот так называемая Тихом океане, в ревущих сортовых, это между Новой Каледонией и Тихоокеанским бережем Южной Америки. Там обычно мы складируем все наиболее минимальное судоходство и там можно это все делать. Ну и вот в 20-м году вот или нет, работы связаны вот с первым и вторым этапом разворачивания Международной космической станции. 20-го научно-энергетический модуль, потом шлюзовой модуль это в 20-м году, еще в 20-м базовый модуль и экипаж. Ну и вот первый этап мы формируем научно-энергетический модуль и базовый модуль это такая мы условно называем бабочкой вот ну а дальше второй этап это уже целевые модули самые разно медицинские астрофизические ну и так далее в общем-то как-то так вот ну и вот последний слайд если мне сейчас нутомил что может принести нам нашей стране потому что ну в общем-то самое главное в развитии любви что принесет нашей стране нашим людям вот ну современный космодром восточ довольно было положено и на нем можно базироваться и уходить байконур на байконуре уже в общем ресурсы ну и все время какая-то у нас некие трения с казахской стороной ну мало того что мы больше по-моему 100 миллионов в год 120 миллионов в год долларов платим за эксплуатацию до бывать на байконуре в последнее время все чаще чаще слышу что ребята мы вот с американцами тут ну казахи нам говорят что ну как же так у вас на территории республик Казахстан российская военная космическая объема я там базы даже не но тем не менее на тем и это так сказать в высших эшелонах ну и наших правительственных особенно казахских вызывает определенное раздражение ну в целом мы полагаем что вот покрытие российской орбитальной станции это полное покрытие которое в общем-то довольно широкий спектр задач может решать существенно больше ну понимаете 100% и 10% территории нашей страны это понятно ну и кроме того как я уже говорил платформа вторичного кстати здесь можно и на российской орбитации смотреть о пилотируемых полетах на Луну потому что естественно стартовать с Земли энергетически это существенно дороже все-таки преодолеть и подъем на 300 километров почти 400 и разогнать нужный объект хорошая масса на Луну хорошая масса до 8 километров в секунду это достаточно энергетически сложно а вот если вы это все сделали предварительно потом сформировали на базе некой платформы вот типа российская орбитальная станция уже на орбите некий аппарат который вы сами собрали дальше дальше уже так сказать на проверенном только прилетает экипаж на станцию ему этот аппарат для полета на Луну сдается в эксплуатацию и он на проверенном аппарате летит не преодолевая земных всяких проблем ну как-то так я по-моему болтал так что Игорь Анатольевич вы это от меня ожидали или нет да пожалуйста ну во первых им крупно повезло когда они слетали на Луну они действительно были на Луне знаете нет ну как мне повезло жизнь сарм много дело все в том что в 86 году вот помимо еще падал был такой космический корабль и там была аварийная комиссия создана руководителем аварийной комиссии был вице-президент Соединенных Штатов Америки я даже не помню его фамилию он ничего не делал а на самом то дело он делает армства тогда Олег Бакланов был у нас руководителем он был секретарь ЦК и отвечал за космос он как мне позвонил и говорит слушай вот тут американцы у нас потепление ну как они всегда просят в таком независимом такси комиссии и мне выпала вот такая возможность я в 86 году прохнулся челленд тоже в 86 году где-то в феврале месяц ну пока то есть судьба дела и в общем меня тепленько туда отправили поэтому я в общем-то с ним довольно долго разговаривал как и конечно про челленджера про луну с челленджером там все понятно было где-то замерзло вот он первый вопрос был ли на луне действительно был потому что значит мне показали фотографии с индийских по-моему космических аппаратов которые летали сейчас же такое разрешение что видны на луне все эти посадочные вещи даже следы наших луноходов видны вот там два по-моему лунохода там в 73-м 72-м году поэтому ну есть проведущие доказательства что они действительно там были и еще очень много разговоров у митян на луне он тоже говорил что это все брега я говорю ну а почему так получается он говорит понимаешь ситуация какая значит когда мы вернули ну определенный набор фотографий видеоинформации то он так грязно по поводу средств информации то и что подсняли для того чтобы как-то было более эффектно потому что качество реальных фотографий было не очень хорошее и следующие вот экипажи они тоже там по нескольку суток у них же как Аполлон точнее Сатурн пятый он все время развивался он сначала в первых полетах выводил 120 тонн на околоземную орбиту а в последних 145 то есть там как-то все время добавлялось добавлялось мощность ну вот ну и в конечном итоге ну а когда подсняли их сразу схватили за руку маленькая ложь всегда вызывает большое недоверие вот это такая вот у Армсенга была как бы идея а так ну я не знаю во первых технологии конечно высшей степени совершенно потому что вот представляете значит когда нам показывали старт во Флориде на мысе на Канаверу нам показывали вот этот вот тягач на котором вертикально Сатурн V перемещался довольно далеко там около трех миль расстояния ну там примерно так максимум это он мог отклоняться на 4 градуса от вертикали если бы он отклонился на 8 конструкция была настолько обсосана настолько сделана точно и тонко что он бы уже начал ломаться понимаете то есть ну совершенство технологий что я могу сказать сейчас утрачены многие вещи утрачены раз и во вторых я так понимаю что они как-то так очень часто вопрос возникает примерно следующий что не летите а что там делать вот когда начинаем обсуждать все эти вещи единственное членораздельное что ну есть же коллеги американцы которым действительно можно верить и есть у меня такие друзья потому что ну сколько уж 25 лет вместе трудимся я там не знаю сколько времени провел в этом Хьюстон они говорят что очень часто возникает вопрос они же народ практичный чего там можно сделать единственный членораздельный ответ полетим создадим определенный набор технологий и в этом будет вот наше самое главное самое главное достижение мы еще не знаем какие технологии но думаем что это будут очень такие полезные вещи потому что сложность задачи ну ставят эти вещи только так можно объяснить ну да энергетический модуль насколько мне известно изначально проектировали то есть откуда возьмется способность к длительному автономному повелку не ну во первых тут это только конструкция скажем железка ну может быть системы терморегулирования и трубками двигателя а так вообще научно-энергетический модуль для РОСа существенным образом переработан там другие системы ориентации система энергопитания высоковольтная так называемая то есть в целом вы правильно говорите он сначала изначально предполагался для международной космической станции и наши оппоненты очень часто говорили что ну вы что давайте к станции но возникает вопрос станция в 28 он завершает работу модуль будет готов там в 26 году ну что он два года поработает и потом его новый выбрасывает что ли автономно и американцы это прекрасно понимают и мы прекрасно понимаем автономно поросли американский российский сегмент работать не могут это единое пространство единая система цифровая энергетика единая то есть он в принципе ответ такой он определенным образом доработан существенно я бы так сказал доработан тем чтобы он мог уже летать и автономно достаточно долго ну и вот на полярную орбиту вопрос по поводу новой станции вопрос какая там ланина изучительная техника отечественная или невежная ну сейчас скажу что только отечественная а как жизнь пойдет не знаю да да у нас в техническом задании в эскизном проекте написано я сам это все читал и подписывал что только на отечественной технике не есть безусловно игра я этажом выше частенько бываю как летать охота ну да есть определенная очередность сейчас набрали довольно вот я когда летал у нас там как-то не было ну так получилось что часть ребят были списаны по здоровью часть у нас было очень много когда же программа буран была у нас довольно много было я волком летал вместе просто катастрофа авиационная где погибли космонавты и в какой-то момент вот я второй раз полетел только благодаря тому что у нас один космонавт заболел в космосе его срочно надо было возвращать меня глушков лентин петрович вытащил буквально тепленького сказал молодежь надо лететь конечно играть только да только ну понимаете вот я довольно дружно было времени проводил с григорием анатолий иванович да он я говорю ты с ума сошел они вернутся оттуда ненормально тут вопросы связанные с космическими излучениями с космической радиацией и очень сильно всегда тревожили вы наверное по носюк отознавали еще да но вот он тогда тоже очень активно говорил что это конечно луна понимаете вот сейчас был разговор про Аполлон я не помню по моему мне Лев Матвеевич Зеленый говорил что понимаешь американцы вообще с одной экспедиции чуть не погорели ситуация какая была что-то произошло на Аполлоне по технике они уже должны были стартовать и на неделю их старт перенесли и в этот момент грохнула такая вспышка на солнце то есть если бы они были в этот момент на луне они бы погибли это вот Зеленый не то Петрукович мне рассказывал к сожалению нет да ну есть всякие электромагнитные методы но они ужасно энергоемкие сейчас вот и МБП в основном разрабатывает ну у нас защищены все каюты они защищены специально таким ну как бы определенные такие покрытия ну вот типа типа заворачивает в пленку вычислительную технику туда можно добавить как-то воду специальную воду причем и вот каюта ну у нас по крайней мере так в проектах защищена вот таким вот водом ну где-то миллиметров сто это вода уже потом в космосе просто привозится и заполняется вот таким вот как бы щитом вот такой водяной защиты и там в этом как мы назовем гидроубежище ну можно как-то существенно там в 10 раз понизить атаку вот эту хотя в целом ну так особенно когда происходит выход в открытый космос то ну вот я не знаю насколько это правда медики которые вот в мбп занимаются они говорили примерно так я в общей сложности был год в космосе и суммарно 8 выходов в открытый космос они говорят что слушай вот за 8 выходов в открытый космос ты хапнул примерно сколько сколько за год полета внутри станции вот какие-то такие сопоставимые вещи в этих миллизивертах по-моему да чего не доживем на Марс Игорь Анатольевич мы с вами доживем надо в это верить МВТУ у вас есть момент только футболка я не очень понял вас орбита полярная интересует да наземные комплексы управления ну во-первых у нас за основу предлагается спутниковый контур управления это на геостационарной орбите вы знаете что такое геостационарная орбита на геостационарной орбите три аппарата у нас уже сейчас летают и мы продолжаем их развивать это тип американских ТДРСС вы про них слышали про Тидрисы нет у нас что-то похоже лучи они покрывают это все хозяйство но кроме того у нас есть северные наземные измерительные пункты которые сейчас работают в интересах автоматических аппаратов у нас же довольно много автоматических аппаратов запускается космодрома нашего северного Плесецка там как правило орбиты ну такие не полярные но северные нет станции на северном полюсе вы имеете ввиду наземные станции нет зачем там наземные станции а так это это ледокол хотя мысль хорошее на ледоколе можно тоже разместить планируется лечение частных компаний в работе в работе например тот же анаса примерно в работе с X понимаете в чем дело есть определенный набор частных компаний мне известно 4-5 4-5 4-4 и так далее они в основном сейчас занимаются мелкими космическими аппаратами которые под силу ну как бы спроектировать всю в целом конструкцию конструкции набор бортовых систем служебных набор полезной нагрузки и так далее что касается российской орбитальной станции тут масштаб все-таки великоват хотя мы всем говорим ребята приходите идея интересная а нет ну перетекание технологии это всегда очень важно в основном сейчас вот со многими этими компаниями ведем переговоры по части полезной нагрузки вот особенно какие-нибудь радиолокационные комплексы по некоторым нашим данным значит эти ребята молодые весьма и весьма преуспели в элементах дистанционного зондирования земли ну таких вещей которые дают прибыль определенную понимаете вот и мы несколько раз обсуждали о том чтобы их привлекать то есть с точки зрения полезной нагрузки да с точки зрения в целом конструкции ну наверное еще я думаю что ну наверное я не хочу обижать это весьма толковые энергичные ребята и я как раз за то чтобы они там у нас работали у нас же кошмар понимаете я вот говорил что когда Путин там приезжал первый вопрос у Борис какой возраст ну Юрий Иванович говорит 46 лет да вы что с ума сошли 46 лет средний возраст не только в энергии это вообще в целом космической индустрии ну конечно нет да нет дело не в политике нет понимаете во первых мы говорим о таких весах о массах вот первая станция у нас это 21 тонна и ракета-носитель у нас был протон который в зависимости от угла наклонения конечно интересует более высокие углы наклонения потому что мы северная страна но в зависимости от угла наклонения мы меньше и меньше используем возможности вращения земли поэтому поскольку примерно широта Байконура вот около 51 градуса наиболее эффективной с точки зрения ну так сказать работы ракета-носителя именно вот этот угол наклонения от безысходности от бедности сейчас появилась ангара который в отличие от протона который выводил 22 тонны выводит 27 тонн уже начала возможность порезвиться забраться с севернее севернее идеи перебраться на север были сначала была такая у нас программа МИР-2 глушко с ним все время бегал Валентин Петрович планировали ее за 72 градуса 72 градуса это широта Питера а он питерский мы там музей делали кстати я недавно там был это в Петропавловской крепости в каком-то из равелинов значит сейчас же не они проводили испытания двигателей глушко же он двигателист ну и вот до того как это было ГДЛ а был еще ГИРД вот эти две организации по требованию Тухачевского объединились где-то в 35-м что ли 36-м году их правда потом почти всех пересажали но когда он перебрался из ГДЛ игрушкой перебрался в Москву ну в общем так что это никакая не 96 да это полярная а медицинская а что медицинская пьем более современные напитки да баланс плохой в господин ну но в очень говорили что связи очень полезно составляет да со связи со связи с нет но первый вопрос такой значит как только происходит встречи на высоком уровне там обязательно антон германов силуанов задает вопрос денег нет и деньги я бы давал если бы соловьев показал что они наработали там намерены и так далее ну да вот я помню первое когда это самое начались разговоры из создания эскизного проекта на рост но мы довольно много дебата в общем там да у нас президентом сергеев был и вообще вот мы с ним тогда очень много выступали везде там общались и надо было создавать эскизный проект чтобы разобраться этот эскизный проект стоил по моему два или два с половиной миллиарда я толком не помню ну и путин силуанов горит антон ну чё ты не можешь найти смотрю тебя нефть такая дорогая найди славчил по 2 миллиарда и пусть они делают эскизный проект и вот он тут же говорит владимир надеюсь конечно я два с половиной миллиарда найду но пусть они все нам покажут и юрий иванович борисов а тогда и помню наверно еще даже борисов вот что они такого полезного сделала как то вот очень трудно деньги перевести вот эти вот ну вот допустим значит разного рода телемедицину вот больше всего с точки зрения внедрения на земле продвинулись медики и биологи вот остальные там вот ковальчук иногда что-то такой подчасти космической технологии начинаешь спрашивать а конкретно вот как тут вот вложено ведь колоссальные средства понимаете и как-то в общем вот речки для вот у нас пуск ракеты космический корабль союз в общем-то несло что это около четырех миллиардов и ракеты тоже порядка трех только пуск доставить экипаж поменять это уже вот видите там 7 миллиардов то есть это конечно колоссальные средства для того чтобы образовать какое-то обиталище на орбите как их сейчас мы пытаемся вот у нас целый раздел есть в эскизном проекте и мантуров это очень сильно все спрашивает вы давайте все-таки как-то в этом направлении думаете потому что но американцы тоже прям скажем не сильно внимает какую отдачу вот их разного рода вот они сейчас во все гоняются за темной энергией темной материи не вытащили четырехмиллиардный долларов прибор разместили его снаружи ну и как-то я спрашиваю слушай ну а чё это вообще ничего деньги бухнули налогоплательщик и все но на эту тему нам конечно думает вот я про северный морской путь говорил там какие-то там значит все время говорит давайте будем делать международные модуль совместно с так сказать с другими странами за их деньги за наши деньги я гречит модуль будет делать но гости не знаю вот какой экономический эффект от гостиницы в космосе говорят что это очень много американцы кстати них есть какая компания аксиом они хотят к американскому сегменту руководитель этой компании такой майкс офредди не очень хорошо знают крепкий оборотистый дядька вот они хотят этот модуль запустить и подстыковать к американскому сегменту вторым модулем сразу подстыковать к нему энергетический модуль чтобы была энергетика ну там топлива энергетика американский сегмент отстыковывается от них двадцатом восьмом году и вот этот вот значит модуль аксиом летает и когда я спрашиваю что он будет делать будет отель ты не представляешь сколько у меня желающих как отель может окупить таких увлажений ну да да нет она могла бы в реальном масштабе времени со скважностью каждые полтора часа у нас виток от 90 минут не понимаете может быть я просто не очень хорошо это чувствую у нас есть целая компания людей которые это пытаются как сформировать но пока это еще как на начальном так в целом есть целый набор таких вот каких-то тенденций с тем чтобы у нас просто на это сподвигает вот как-то я-то воспитанник школы глушкова там мишин василь паучки тут вот конечно другой подход а луны полезных ископаемых но вообще-то это довольно дороговато луны полезных ископаем сейчас у нас но ведется несколько работ ну на таком инициативном уровне где мы хотим создать ряд элементов ну хотя бы пока на бумаге обдумать для лунной базы и возможности техники лунной базы ну там допустим энергетика серьезная солнечная батарея конь там ядерная энергетика что там но сотни киловатт нужны значит я тут недавно заглядывал к этим ребятам у них там такие какие-то копалки уже продумываются как это можно было бы ну в основном то не думают как бы зарыть в лунную поверхность зарыть там само поселение лунную базу прошла ну надо же как-то от радиации прятаться вот ну вот лев матвеевич зеленый говорит что там воды не меряно я его спрашиваю сколько воды он говорит порядка 6 7 процентов ну вот в тех местах не нет нет только водородная часть для она не свободно стоит еще нужно технологии как ее там сделал самым состоянием ну а так честно говоря пока это гели 3 его еще на земле по моему не подожгли не но с гелием 3 там был целый у нас эпопея у нас есть такой севастьянов николай николаевич который бредит этими вещами но спрашивал в том же и и вот когда не ну что там что-то для того чтобы поджечь гелий 3 чтобы он начал работать нужны температуры ну центра солнца ну во первых там тоже будет в охране метр не не постоянно там будут торчать и она насколько вот этот гейтвейт ну должен быть защищен определенным образом уже они не дураки они прорабатывают так в общем серьезные эти вещи ну умеренно длительные хотя с другой стороны на марш даже короткая баллистическая схема это 9 месяцев в один конец поэтому тут а ну да да спасибо ой ой Продолжение следует...